здравствуйте дорогие друзья с наступающим нас праздником девочки завтра к нам приедут гости с семьей со своей и я хочу приготовить нам тортик тортик называется пломбир для крошки я буду использовать 250 грамм муки 170 грамм сахара ой 70 грамм сахара 170 грамм сливочного масла рисуем нервное сегодня и маленькая маленькая щепоточка соли для пикантности соль для пикантности теперь мне нужно это масло я его заморозила предварительно морозилки и мне нужно его потереть на терочке потому что крошку я эту буду жарить я его буду не короче опускать муку мыкать и тереть ну чтобы сделать крошку ой мне нравится этот процесс и можно заниматься бесконечно пока масло в руках не растает вот такая вот у меня получилось крошку осталось ее пожарить крошку я буду жарить в двух сковородах потому что так быстрее поделила на две части и надо теперь обжаривать до легкой золотистости юра тут оказывает мне посильную помощь всем привет перемешивание наступающего с праздником 8 марта вот это у нас завтра такой праздничный стоит стол будет это будет одно из блюд не будет скромный очень стол праздничный вот до такой приятной золотистости нужно пожарить чтобы не было горьким ну все пусть остывает теперь сметана 20 процентная мне нужно и мне нужно пол килограмма так крем я буду варить заварной поэтому я взяла кастрюльку сюда в кастрюльку выливаю два яйца так размешиваю сюда же высыпаю сахар 150 грамм теперь ванильный сахар пакетик у меня теперь крахмал крахмал у меня кукурузный я думаю если у вас нет кукурузного ничего страшного теперь сюда же сметанку все это промешиваю даже не знаю мне кажется венчиком по удачней как-то крем варить так я поставила на плиту и его нужно будет постоянно помешивать крем даже когда он будет разогреваться сейчас примерно минуты две он когда разогреется он будет очень жидкий потом он начнет густеть варить его нужно примерно на минут 78 зависимости от напряжения наверно ну до бульков юра у меня помощник варит крем заварной жене готовит так у меня крем уже начал густеть запах здесь приятно конечно девочки видите как бульки идут еще еще в горячий крем кладем масло в 50 грамм примерно сейчас я буду собирать тортик вот взяла такую формочку да у меня самая маленькая если у кого-то есть разъемная форма то форма должна быть но небольшая но 19 сантиметров буквально в диаметре но у меня больше у меня наверно 21 вот это нужно насыпать сюда значит крошку эту запаху этой крошки очень вкусно смотрите я форму обернула пленочкой чтобы у меня хорошо потом снялось все так я примерно ложки 3 насыпала значит этой крошки и теперь наливаю крем в общем девочки изготовили мы с юрой тортик есть у меня вот такая кокоса кокосовая стружка хотела купить беленького шоколада ну не получилось ничего страшного украшу кокосовой стружкой можно еще тертыми орешками но у меня ничегошеньки нет говыдьба собралась праздник отмечать нищеброды собрались праздник отмечать говыдьба этот сидим над этим тортиком колдуем кружки то побольше можно было ли тоже нету больше ну что ставим эту обалденную вкуснятину и красоту холодильник и пока завтра гости не приедут не достанем он еще сожмется в два раза будет еще более привлекательный завтра будем все блюда показывать у нас будет очень бюджетный скромный праздничный стол а я продолжаю снимать наши праздничные блюда на праздничный стол сейчас я буду готовить очень бюджетный фаршированный перец почему бюджетный потому что я его не купила по двести тридцать пять за килограмм и выше я взяла маринованный которые я закрывала на зиму вот видите какие чехлы получаются смотрите какие симпатичные если кому-то интересно как я это делаю можно посмотреть по ссылочке там под видео я наверняка оставлю вам эту ссылочку и я взяла килограмм фарша свину у свина говяжьего говяжья свиного короче смешанного пол килограмма риса и 250 грамм лука смесь перцев и соль все очень доступно и бюджетно и сейчас я буду фаршировать перец принесла еще одну баночку так что мне точно хватит у меня его очень много я достала перчик вот такие перчики у меня 10 штучек получилось скорее всего мне этого будет мало но я всегда обычно на компанию по две баночки использую и хочу приготовить побольше потому как ночевать у нас они будут дети поэтому будем кушать чтобы было приготовлено сейчас лук порежу и короче смешаю фарш было сказать что я еще яйцо добавляю фарш и нафаршировала две банки использовала перца вот столько у меня получилось я его буду обжаривать я уже снимала видео на канале как я фарширую перцы да там их даже много всяких разных я перец стараюсь обжаривать не знаю мне кажется что так повкуснее пожирнее же и сегодня наверное постараюсь приготовить соус погуще к этому перцу так как я сегодня не готовлю салаты я взяла курицу 2 килограмма 60 грамм сейчас я ее обрежу сложу в кастрюльку добавлю сюда лука закрою крышку и буду готовить ее час в этой кастрюльке только добавлю лишь специи соль перец по вкусу что там лаврушечку курицу я порезала разделала на кусочки вот это всего лишь то что я отрезала лишнее и я взяла 400 грамм лука и такие приправы как черный перец чеснок сушеный молотый смесь перцев и соль у меня будет и лавровый лист ну это все по желанию сейчас мне нужно порезать лук я сразу все перемешаю в одной миске и сажу уже в кастрюльку все перемешанное лук я порезала четверть кольцами теперь по вкусу добавляем то что вам именно нравится перемешала самое главное забыла купила же специально для этого горчичку такой в зернах налила туда ложку масла подсолнечного и мне нужна ложка горчицы я накрыла крышкой и ставлю это в духовку в холодную на 180 градусов примерно на час на час 10 курица значит у меня стоит в духовке перчики такие румяные бачочки у них уже обжарены и сейчас я буду толочь картофель я сварила картофель подсолила его нагрела молочка и положила маслица будет картофель на пюре просто объедение смотрите какая картошечка ями ями сейчас я буду готовить соус для перчиков я взяла одну луковку небольшую порезала или мелкой и потерла на терке морковь и одну стычку и масло для жарки я кстати использую тоже что я жаривала перцевыми обжариваю до золотистого цвета как я тут помешиваю и уже достаточно у меня обжарилась морковь с луком теперь мне нужно положить туда томатную пасту две ложечки и теперь я вот никогда не готовила так я развела две ложки муки 150 миллилитров водички и хочу чтоб соус у меня был просто погуще сейчас я это прогрею добавлю сюда еще водички так добавила и водички перемешиваю сейчас дождусь пока закипит у меня этот соус я уже подсолила и я им буду заливать перчик залила я соусом перчик я его буду готовить недолго потому что я его обжаривала минут 20 не хватит в общей сложности и в конце я еще добавлю сюда зелень у меня перчик почти готов я его поперчила вот бросила туда лаврушку мне сейчас надо сюда зелень это у меня зеленый лучок и петрушка у меня все больше ничего добавлять не буду сейчас выключу закрою и пусть стоит настаивается а это вчерашний наш тортик который мы готовили вместе с юрой смотрите он простоял ночь в холодильнике и и сейчас я хочу его переложить на тарелочку он очень маленький низенький и чё хочу сказать очень и нуш сердечный и вкусный я попробовала что крошку что крем очень вкусно прошел час так вот сготовилась моя курица еще кипит все здесь я просто открыла чтобы вам показать курица готова так у меня будут такие бутерброды я купила творожный сыр у меня будет помидорка огурчик и вот такой вот батон я батон намазываю творожным сыром сверху кладу кусочек огурчика и кусочек помидорчика скромные бутерброды готовы я сейчас буду конопашки делать это у меня боковник не знаю какой рыбы киты наверное ну короче какой то красной рыбы не знаю оливки вот такие помидорки есть сыр есть черный хлебушек есть огурчик в общем сейчас соберу из того что было у меня же бюджетный праздничный стол вот такие шпажки у меня сейчас будем собирать конопашки смотрите какие конопашечки получаются видите тут кусочек хлеба потом кусочек сыра потом рыбка и оливка и ну и так можно разные а тут у меня сноха что-то готовится что это у тебя говядина с чем говядина фасоль грецкий орех чесночок и грецкий орех и грецкий орех вот таня готовит такой салатик а я буду продолжать конопашки готовить вот кошки какие получились красивенькие видите ну вот наш праздничный стол готов гости потихоньку собираются винишко тут принесли так часть расскажу этот салат сделала сноха я уже вам говорила мясной какой-то и наверное очень сытный фасоль говядина орехи морковь ты видела что накладет так это у меня курица здесь у меня толчонка здесь у нас конопашки здесь у меня капуста маринованная кому интересно я наверно ссылочку оставлю здесь бутербродики здесь перцы а здесь раз прекраснейший торт и компотик напиток вот такой я сварила сама из вишни вот ребята прошла всего лишь неделя и мы опять загули давайте дорогие женщины спасибо что вы есть без вас не было бы нас и вообще бы ничего не было всего вам самого наилучшего любим вас бери компот за вас за нас да поздравляем поздравляем настя софия вы будущие такие мамы красивые хорошие умные а чё ты поставила то мы режем тортик смотрите кульминация праздника да мы же его вдвоем готовили всех угостил подай пожалуйста тарелочку положите тихо смотрите какой тортик у нас слои какие и очень вкусно просто обалденный и